Сочинский этап четвертый и заключительный. Предыдущие три гонки Национальной парусной лиги прошли в Москве, Питере и Конаково. На гранд-финал в спортивную столицу страны прибыли 13 экипажей. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Владивостока. Гоняться команды будут в два этапа. Планируются и пересадки. Вообще, гонка уникальна. Не обочин ее формат. Проходит она в непосредственной близости от берега. Организаторы проекта обещают подарить жителям и гостям Сочи незабываемый праздник парусного спорта. А огромный городской экран будет показывать трансляцию гонок с комментариями в прямом эфире. Для горожан отмечают власти курорта. Это очередной стимул для занятия спортом. Сочинские школы парусного спорта ждут будущих яхтсменов. Очередной раз мы показываем рекламу нашего города, который развивается, который не стоит на месте. Это и курортное направление. Поэтому мы еще раз показываем, что город Сочи работает в круглогодичном режиме. Как просто для отдыхающей, так и для спортивной жизни города. На жеребьевке сочинскому экипажу досталась лодка под номером один. Спортсмены рассчитывают на удачу. Звание мастеров спорта не всегда гарантирует победу, отмечают местные яхтсмены. Да и родная акватория может подвести. В этом виде спорта многое зависит от ветра, ну и, конечно же, от слаженной работы команды. Здесь собрались такие ребята, которым любая акватория нипочем. Мы сделаем все, что в наших силах. Соперники очень серьезные, как никогда. Но мы будем стараться. Удача в таких регатах – это немаловажная вещь, потому что гонки очень короткие, динамичные. На раскачку времени нет. Надо прямо сразу и в бой. Чтобы уравнять возможности спортсменов, на соревнованиях организовали монофлот. Гоняются участники национальной парусной лиги на одинаковых лодках. Должны гоняться не бюджеты команд, а должны гоняться команды. Мы же знаем, например, если вспомнить «Формулу-1», как побеждает та команда, где больше денег, где больше вложено в технологии, где более современные моторы или более мощные моторы. У нас был принцип, что не может влиять на результат у кого какая лодка. Помимо звания победителя, командам-призерам предоставляется возможность представлять Россию на Лиге чемпионов. Эти соревнования пройдут в следующем году и соберут лучших яхтсменов мира. Гонки же Золотого флота и торжественная церемония закрытия сочинского гранд-финала состоятся 18 октября.